Я иду в гости к Оле с Игорем побеседовать про серфинг в Португалии. Они ездили в серфе. Это такая более понятная тема, чем ретрит, поэтому поспрашиваю побольше про цены, перелет, организацию поездки. В общем, такие мелочи, которые могут нам всем пригодиться. У ребят было нестандартное путешествие свадебное. Они ездили в серф-кэмп в Португалии. Я-то планировала про Португалию сегодня только поговорить, но вчера буквально я узнала, что вы еще и на Шри-Ланке серфингом увлеклись. Вы там, получается, просто на отдых туда летали? Да, на Шри-Ланку. Мы летали целенаправленно именно на Шри-Ланку, поездить по острову, по западной части. И нам пришла такая идея в голову попробовать терфинг. Видимо, потому что там очень развито, да? Ну, я бы не сказала, что там на тот момент было суперразвито, просто есть такие возможности на Шри-Ланке, так как в то время мы были не особо состоятельными, это очень дешево еще. Вот. Как бы сам Бог велел попробовать. Но надо сказать, что опыт шри-ланкийский и опыт португальский совершенно разные. Да? Да. Во-первых, в Португалию мы ездили именно в серф-школу, там было все довольно-таки серьезно организовано. И были инструкторы очень опытные, крутые. Вот. И если кто-то хочет научиться, обязательно надо ехать в школу. Потому что, когда мы учились на Шри-Ланке, это было примерно так. Мы взяли какого-то аборигена. Ну, аборигены это люди, которые там живут, да? Вот. И, значит, кто нас сказал, что этот человек может научить. Мы не знали вообще ничего про доски, вообще ничего про серфинг. Мы просто взяли какую-то доску, как бы, соответственно, человек, который должен был нас учить, нам ничего не рассказал, какую доску нам надо. Он нам показал, значит, упражнение на песке. Я, конечно, могла бы сейчас вам их показать, но не буду. Конечно, то, что стоит человек, есть пляж, вот есть вы, он вам показывает, как нужно грести, то есть на песке показывает, как нужно ложиться на доску. То есть самое главное, как нужно не вставать. Ну, как это делает нормальный инструктор? А инструктор на Шри-Ланке нам показал буквально раза два-три, в общем, толком ничего не объяснил. Сказал, что баланс-баланс, главное баланс, и все. И мы пошли в океан, в общем, с этой доской вчетвером. Пробовали, ну, получилось встать в итоге на эту доску только у Игоря, потому что он, ну, человек спортивный, он пловец. Ну, как-то вообще вся эта вот история... Ну, я передню тебя немножко тоже, у меня был единственный опыт серфинга. Это мы в Доминикане отдыхали, и тоже в качестве экскурсии мы взяли серфинг. Нас также отвезли на пляж, ну, где больше волны. Тоже дали доску, ну, там нас было, ну, может быть, человек 15. У каждого был свой инструктор, также нам на песке показали, ложись, вставай. Ага. И все, и также нас отправили на волну. Чуть-чуть проехали каждый, вот, получилось буквально, там, два часа, например, был урок. Почувствовать немножко вот эту волну, чуть-чуть привстать, это вот только вот этот кайф, и все. Получается, конечно, в этом плане ехать именно ради серфинга нужно и, ну, в первые пробы, именно вот в лагерь серфинга. Как вы, собственно, поехали в Португалию? Да, вот. Поэтому мы и решили ехать именно все в школу, потому что первый опыт был. То есть тогда загорелись именно эти? Довольно-таки, да. Ну, короче, в следующие дни мы взяли уже доску для новичков, и она такая большая. В общем, ее очень сложно, ну, очень сложно на нее не встать. То есть если волны небольшие, я на шеланке довольно-таки небольшие и хорошие для новичков волны. Вы не понимаете, на каком пляже вы были на шеланке? Мы были в Мерисе на пляже, он там, по-моему, один-единственный вот. Да, я думала, там большие волны. Ну, именно с пунктами проката, досок, он, по-моему, там один, мне кажется. Но я могу путать, потому что я уже... Ну, то есть это недорого, да, там на шеланке все стоило? На шеланке было очень недорого. Вот, честно, у меня с ценами вообще-то все не очень. Но, по-моему, мы брали в час, Игорь смеется за кадром. Игорь, не помнишь, сколько стоил на шеланке серфинг? Прокат? Прокат? Прокат, не помнишь, сколько стоил? Где? На шеланке доски. Ну, по-моему, рублей было сейчас. Ну, короче, да. Еще какие-то копейки. Смешные деньги, да. Это года три назад, да, было? Это года, наверное, четыре все-таки было. Мы только начали встречаться, наверное, это было года четыре назад. И, как бы, инструктор на шеланке, наверное, стоил рублей, там, триста. Ну, короче, он был бесполезен на самом деле. Вообще. Можно было за ноль рублей самим же так и научиться. Вот. И поэтому, когда мы планировали путешествие в Португалию, соответственно, я узнала через знакомых, что есть такая школа, школа классная, руководитель классный. То есть у них там есть свой, ну, не хостел, а гестхаус у них такой небольшой, уютный. И то мы решили уже, как бы, учиться по уму. Но, к сожалению, так получилось, что мы не учли вообще вот этот португальский колорит, именно вот волн, что волны в Португалии были в разы сложнее. То есть на шеланке, если мы на эту доску новичков встали, не знаю, там вот, ну, в тот же день, когда мы ее взяли, то есть по разу все равно там все проехали. Вне зависимости от физподготовки, как бы, себя я не могу назвать суперспортивной, тем не менее, как бы, у меня получилось, да, на нее встать. То в Португалии пришлось довольно-таки сложно. Ну, мне было очень сложно. Один, две, три, 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 четыре пять, два. И теперь давай вздады. Кап, оп и наверх. Ага. У вас это правда. Сейчас, в первый раз, какой-то путь могут выпечь, но мы нужно outcomes, но вы единственное преувствие, вы неtes печьете в направлении, вы просто делаете ầnじゃあ? Ага! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поделюсь в ссылке под описанием видео. У них очень подробно расписаны все пакеты на сайте. Можете тоже посмотреть, прицениться. Там разные есть, в зависимости от количества уроков, занятий. Можно посмотреть все по ценам, сориентироваться. Проживание еще входит. Проживание, да. Проживание, да. На октябрь были очень дешевые билеты. Там 23-24 тысячи туда-обратно на человека. Также там Air France с пересадкой в Париже или в Амстердаме. То есть это очень дешево для билета в Португалию. Это была именно летом такая акция распродажа. Поэтому, если что, вы тоже имеете в виду. То есть здесь нужно отслеживать. Потому что, в принципе, билеты и туры в Португалию считаются недешевыми. Но я помню по Оленому рассказу, что цены внутри даже дешевле, чем в Испании, да, ты говорила? Да, да. В Португалии дешевле, чем в Испании, точно, точно дешевле. По крайней мере, вот на такие вещи, как покушать, выпить винишко, значит, проживание, проезд, все, Uber тот же самый, все дешевле. А вы, получается, прилетели в Лиссабон, и вот этот серф-кэмп, по-моему, находится в Кашкайше, да? Да. Сколько вас там, они же тоже встречают, да? Да, ребята встречают, трансфер он включен. Вообще, надо сказать, что пакеты, которые Дима продает, Дима это руководитель школы, русский парень, но он очень давно живет в Португалии. Как и все серферы, очень приятный, красивый. Да, приятный, красивый и очень-очень талантливый, на мой взгляд, человек, в том плане, что он прям сделал очень качественный продукт. Так вот, эти пакеты, да, которые Дима продает, они очень хорошо продуманы, учтено все. Но так как мы люди, которые сами всегда все покупают и бронируют, и вообще, как бы, стараются, ну, лишний раз не полагаться, да, на кого-то. Если посмотреть фотографии, то, как бы, с Игорем мы отказались практически от всего, что не нужно, то есть мы сами покупали экскурсии, мы сами ездили везде, сами фоткались, снимали на GoPro, потом, вот, единственное, мы оставили проживание, потому что гестхаус просто великолепный, очень классно, там внутри красиво. По фотографиям в Инстаграм, кстати, непонятно, кажется, наоборот, так простенько, видно, что душевная атмосфера. Да, ну, просто, короче, он сделан в стиле Моби Дика, то есть там все, все, что касается серфинга, китов, там, и прочего, ну, прочих таких моментов, очень уютно, очень хорошо. Чисто, идеально чисто. Ну, у нас был отдельный номер, так как мы новобрачные. А можно еще жить в общем? Можно, да, можно есть общие комнаты, там, по-моему, до 4-х человек, вот, насколько я помню. Большой холл, большая там зона для отдыха, и я знаю, что в этом году Дима делал ремонт, ну, честно говоря, вот я не смотрела фотки, не знаю, что там поменялось, но, по-моему, там просто дворик поменялся, где раньше висели гамаки. Там барбекю, да, какой-то, да, есть барбекю, есть, кстати, велкам вечеринка, очень такая неплохая, рекомендую, где вас напоят вином и накормят креветками, да, ну, в общем, здорово. И вот как раз я говорила, что в этих пакетах можно не заморачиваться, включено все, есть и трансфер, есть проживание, есть уроки прокат снаряжения всего, там доставка до... Ну, снаряжение тоже все нормальное, качественное. Да. Да, инструкторы тоже нормальные. Вообще без вопросов, инструкторы очень хорошие, причем Дима подбирает под каждого там человека своего инструктора, именно мне кажется, по характеру как-то там они сходятся, потому что, да, я обратила внимание, что ребята, которые... Мы не только мы там, естественно, отдыхали, ребята, которые отдыхали вместе с нами, делились там на группы, и кто-то к какому-то инструктору шел, и мне показалось, что как-то там все-таки Дима их распределяет по темпераменту. Да. А вы, получается, от Лиссабона до Кашкаеша далеко ехать? Нет, это... Минус, наверное, 40. Из Кашкаеша, то есть вы там неделю, например, пожили по серфере, и потом еще попутешествовали по Португалии. Да, мы поездили по Португалии, были не только в Лиссабоне, мы еще в Порто съездили, очень близко, все, ну, это Европа, то есть понятно, что все удобно, есть автобусы, есть электрички, есть поезда, самолеты, в общем, все очень доступно, и съездить из Лиссабона в Порто тоже очень быстро, недорого, и как бы очень удобно. В Кашкаеше, там, на самом деле, этот серфлагерь находится не в самом Кашкаеше, он чуть-чуть, чуть-чуть дальше, там, не знаю, сколько, ну, может, 10 километров. Там автобусы, да, мы с Игорем ездили либо на обере, либо на автобусе, до Лиссабона мы добирались на электрички, электрички, ну, обычные, европейские, то есть не суперновые, ну, короче, нормально. Это Португалия, есть прекрасные, там, не знаю, достопримечательности, как и современные, как мост, да, как в Сан-Франциско. Есть старые всякие, там, не знаю, дворцы, замки, все, что хочешь. Ну, улочки вообще просто колоритные, да, там трамвайчики, по-моему, да? Трамвайчики, да. Ну, город очень красивый, но по удобству, наверное, как Рим, то есть там все очень узко, узкие улицы. А если вот берешь пакет, например, недельный, да, какой вот был распорядок дня или что, как это, всю группу собирали с утра, отвозили на пляжи, расскажи немножко, как все это. Там, значит, все зависело от уроков и от того, на каком пляже проходит урок, то есть есть пляжи, которые дальние, очень хорошие, там, кстати, были самые лучшие волны, как-то нам так повезло. Если мы уезжали на дальний пляж, нас поднимали довольно-таки рано, то есть там, понятно, завтрак был включен, мы кушали. По питанию, кстати, только завтрак, да, был включен? Да, у нас был только завтрак. Такой, как американский, да, наверное, какой-то там сэндвич? Там были тосты, всевозможные всякие там джемы, бекон, по-моему, был, там какие-то печеньки. Обычные, ну, короче, кофе, ну, да, обычный европейский, на самом деле, завтрак, ничем он там таким особо мне отличался. Винишко не наливали на завтрак. На винишко не наливали, да, приветок не давали. Понятно. Так, и, соответственно, потом мы все загружались в машину, если это был, ну, как бы совместный, да, какой-то выезд на пляж, вот на дальний пляж мы ездили как-то, несколько машин, катаемся, то есть там, наверное, тренировка 2-3 часа длилась, в два захода, как правило, там между тренировками был обед, и потом в свободное время, то есть после второй тренировки уже свободное время нас отвозили либо в город, куда-то там на пляж погулять, но мы с Игорем, как обычно, в общем, высаживались где-нибудь и куда-нибудь сами шли, вот. А ребят, да, возили либо на экскурсии возили, либо там шопинг же очень недорогой, кстати, в Лиссабоне, да, там, да, есть. А что такого купить именно? Ну, я имею в виду вещь? В Португалии все бренды, которые продаются у нас, Zara, Massimo Dutti, ну, вот эти все, которые знают масс-маркет, они распродают свои старые коллекции по очень низким ценам, то есть их можно найти на сайтах, на стоковых, да, вот эти товары, и потом приехать, я приходила в обычный магазин Massimo Dutti, там уже нет этих товаров, просто показывала картинку, и мне приносили, то есть вот, кроссовки, по-моему, я покупала подружки. То есть это нужно заранее на сайте? Ну, да, а есть еще рынки, то есть там большие рынки находятся... Подожди, а если заранее на сайте не посмотрела, то в магазине просто не сориентируешься? Да, ну, как бы я ходила в обычный Massimo Dutti, то есть заранее подготовилась, и у них оказалось на складе, да, вот то, что мне нужно было, и они мне продали по сейлу, хотя у них и сейл уже, типа, как бы закончился, и вот в Португалии это практикуется очень активно, а есть еще большие рынки, в которые мы ездили, и там огромный аутлет, да, где можно закупаться по этим же ценам, и очень многие, кто приезжают из России, туда ездят на шопинг. Ну, это помимо обычных активитис, то есть это покататься на трамвайчике, выпить портвейн, выпить вишневую настойку, погулять в Лиссабону. Это то, что галочки-то нужно обязательно поставить. Да, зайти на всевозможные там замки, подняться на лифте. А вы потом жили с серф-кемпа, когда вы ехали в Лиссабоне? Да, мы жили в Лиссабоне. Тут что-то типа бисхауса тоже, у нас отдельная комната там была, было ужасно шумно, потому что внизу находился бар с Фадо, и там Фадо это заунырная португальская песня, которая везде. Слушайте, я вот не помню, сколько стоит, но помню, что было недорого. Вот конкретно там было недорого. Тоже заранее это бронировали? Нет, кстати, не очень заранее, мы это бронировали, по-моему, когда уже были непосредственно в Португалии, мне кажется. То есть вы купили билеты на три недели, там недельку пока жили в лагере. Да, потому что мы не знали, как будет. Планировали дальше путешествия, немножко присмотрели сюжет в стране. Но в Европе на самом деле это очень даже практикуется, по ходу бронировать, думать, решать, какой будет маршрут, потому что всё очень просто, и можно везде спокойно доехать, и автобусы, и такси, и так далее. Потому локация, конечно, здесь забронировать что-то по ходу нет проблем. А по стоимости вот этого недельного вашего пакета, если вот вы говорите, вы исключили экскурсии оттуда, то есть у вас были уроки, сколько у вас было уроков включено? У нас было пять уроков. Они все были с инструкцией? И мы докупали, да, и мы докупали ещё один урок, Игорь катался. Часто? Ну, это уже был не включён, в общем, был пакет этот. То есть проживание, уроки, инструкторы, завтраки? Короче, трансфер, трансфер на пляж, оборудование. И примерно по цене. А, и велкам вечеринка ещё. Мне кажется, 500 евро было на человека, по-моему. Ну вот что-то мы оттуда убирали. Ну ты знаешь, я, например, смотрю, я за ними наблюдаю, вот с момента, получается, вы два года назад ездили, да? Да. Вот я два года подписалась сразу же на Инстаграм, ребята. Они, конечно, такие все классные, у них такие шикарные фотографии. Вообще видно, что атмосфера крутая. Но как-то кажется, что всё так простовато, и то, что это стоит, ну на самом деле, ну там 150 тысяч вдвоём съездить, плюс билеты, плюс ещё надо Португалию посмотреть. Ну, недёшево всё равно. Да, это недёшево. А кажется, что условия, то есть ты когда начинаешь, как бы как делятся вообще путешественники, да, которые привыкли ездить там по турам, по отелям, или когда ты работаешь в этой сфере, ты понимаешь, что за эти деньги можно там взять какой-то шикарный отель, не знаю, там в Турции ещё где-то. И вот у тебя стоит вот этот бесконечный выбор. То есть или взять путёвку, где всё входит, и будут шикарные условия, или такой более активный туризм, интересные люди. Нужно быть социально тоже подготовленным к общению с разными людьми, потому что вы живёте в этом лагере, и кто знает, какой будет заезд. Ну да, мы немножко подофигели первый день. Да, вот к общей контингент приезжают. Девушка, мы ожидали хорошего контингента, потому что, во-первых, это не очень такое дешёвое удовольствие, и вообще как бы люди обычно, которые такими активностями занимаются, там горнолыжный спорт, ещё что-то, они как бы обычно такие очень позитивные и активные, и как бы, ну, более, не знаю, интеллектуальные, можно сказать. Но когда мы пришли, первый вечер, и там была очень сраная девушка, которая пела «Твои глаза лободы», а для нас это вообще просто сразу вот нет, хочется развернуться и уйти. Конечно, мы с Игорем офигели, почему мы приехали в Португалию, а оказались в Купчино. То есть как бы немножко вот у нас ожидание реальность. Но на самом деле ребята все оказались нормальными, и мы и общались хорошо, и как бы не было у нас такого, что фу-фу-фу, больше сюда не приедем, вот здесь такой контингент. Нет. Ну, кстати, вот вы были парой, у вас было свадебное путешествие, а в основном как компаниями приезжают, они тоже парами? Так, португалец, который владелец гестхауса, когда он узнал, что у нас свадебное путешествие, и мы приехали в серф-кэмп, он очень сильно удивился. Он такого вообще, по-моему, в жизни никогда не видел. Ну, я тоже нестандартно. Я могу сказать, что на Бали очень многие так делают, приезжают тоже там все в кэмпы на свадебное. Не знаю, видимо, в Португалии это не принято. Сама Индонезия, она, да, она сразу располагает, как бы, к путешествиям. Наверное, ну, мы, да, мы странненькие, наверное, какие-то не знали. Просто, в принципе, изюминка, очень многие туда хотят, но почему-то мало кто доезжает, я не знаю, но вот интересно почему. Я постоянно слышу, постоянно слышу, вот хочется в Португалии. Может быть, то, что вот эти вот рейсы с перестатками, нет, нужно действительно быть очень такими самостоятельными. Ну, что туров, типа, нет, да? Да, кажется, может быть, что это действительно дорого, когда начинают подсчитывать. Хотя, ну, в принципе, все. Но у нас дешевле Испании точно это. Да? Ну, серфинг, это вот наша такая была прихоть. Вот я еще хотела сказать про стоимость тура. Ну, как бы, ты говоришь, что дорого, да. Но надо понимать, что серфинг в любой стране качественный, с хорошим инструктором будет дорогой, как горнолыжный спорт. В любом горнолыжном курорте ты выложишь довольно-таки неплохую сумму. Вне зависимости, там это Дамбай, Танай, там Ширигеш, Роза Хутор, Австрия. У Австрии тоже опытные горнолыжники. Да, то есть это такой вид отдыха, не дешевый. Ну, как бы, заранее ты должен это понимать. Да. В том числе и серфинг. Тем более, когда тебе нужен инструктор. То есть когда неделю, да, люди тобой занимаются, люди конкретно имеют там профессиональные уже знания в этой области, да, и именно серферы, которые, конечно, оно того стоит. Оно того стоит. Ну, там ещё в плане безопасности мне очень понравилось, что инструкторы очень качественно всё объясняют, как вынырить из воды, не забывая там закрывать голову, как тебе, чё, куда там, как ты в эту волну попадаешь, как делать, как не делать. Ну, то есть с инструктором ещё важно, когда вот эти волны, они же, ну, вот я не знаю, в Португалии были немаленькие очень, вот. И поэтому людям, например, кто боится воды, кто вообще в океане ни разу не плавал, не знает, что это такое, а ещё собирается учиться серфингу, только вообще с инструктором никуда самому не лезть, потому что это действительно очень опасно. Вы реально оба прям покатались? Да. То есть не то, что... Ну, конечно, у Игоря получалось лучше, это естественно. То есть как бы я даже не претендовала там на какие-то супер там успехи. Получается, были в мае, там покупаться не получилось в океане, то есть... Слушайте, ну, я купалась, я купалась без гидрика. Да, наверное, среднестатистическому человеку будет, наверное, прохладно, но, честно говоря, было тепло, вообще, в принципе, на улице было тепло. Да, гидрокостюм. В гидрокостюме очень комфортно. Какое посоветуешь время, года или месяц, вот идеальное для поездки в Португалию, то есть именно и покупаться, чтобы вода была более-менее океан, потому что, ну, понятно, он всегда прохладный. Ну, океан там никогда не бывает супер тёплым, он всегда такой, какой вот был, там, 22-23 градуса, и... Ну, я бы советовала ехать в мае, потому что, первое, ещё не так много туристов, вот, ещё цены не такие, да, высокие, как вот высокий сезон есть, морепродукты эти все круглый год, и тепло, ну, мне было тепло, то есть я не могу сказать. Ты ещё говорила, по-моему, про сентябрь, да, что тоже такое уже основное потопление. Про сентябрь очень классно, да, уже там, вот, в мае нам понравилось всё что, что всё цвело. Ощущение, что как раз вот город и вообще страна только-только проснулась от зимы. Ну, тут вообще весна. И вот, да, очень-очень здорово. Ну, вот, в мае я бы советовала запросто. Какие-то, может быть, рекомендации ещё, что вот обязательно нужно, ну, с собой взять? Вот вы как уже, ну, такие подготовленные. Короче, самое главное, надо понимать, что ты едешь в серф-кэмп, что ты едешь не то, чтобы, как бы, отдыхать, просто лежать, да, что ты едешь заниматься спортом. То есть это будет предполагать, что ты будешь рано вставать, что ты будешь уставать, что ты будешь весь в синяках по-любому. Про прическу красиво можно вообще забыть, девочки, как бы, ну, это солёная вода, в общем, океан и так далее. Вот. Ну, вот подготовиться именно морально к тому, что ты будешь физически очень уставать, поэтому активитис все, которые потом идут после серфинга, должны быть тоже умеренные. То есть не получится так, что там ты полдня, значит, занимаешься серфингом, а потом полдня ты по синтере там пешком ходишь. Нет, мы уже как бы не вывозили. Никаких специальных тапочек, там, как иногда там для кораллов? Нет, там чистый очень пляж, очень чисто заходить. Вот. Выбрать. Да, надо выбрать себе инструктора, выбрать место. А так вообще, это же Европа, Европа комфортная. То есть там безопасно. Никаких проблем там с пониманием речи, ещё чего-то нет. То есть, если, допустим, в Азию я могу там дать вот такой список того, что можно с собой брать обязательно. Эти огромные тараканы и прочее, прочее, чего я, например, не знала, да, когда ехала на Шри-Ланку. То здесь, как бы, господи, это Португалия. Просто ехать, кайфовать и обязательно попить зелёное вино. Да? Зелёное вино. Мы познакомились с Игорем, с этим винишком. В Португалии Любовь до сих пор жива. Оно как-то газированное? Оно, да, немножко газированное. Это молодое. Короче, это молодое вино, которое, грубо говоря, не настоялось, да, его долго не выстаивают в этих бочках. Каким-то быстрым образом готовят. Оно быстро портится, то есть там два года, по-моему, его можно употреблять. Ну, вот, внутрь. Вот. По вкусу оно очень лёгкое, напоминает чем-то сидор, но только у него не яблочный вкус, а вкус винограда получается. Очень вкусный. Вы его где-то в магазинах покупаете? Здесь есть. В Питере есть. Продается в Окее. Так сравнение цены, да. Если там, допустим, на рубли, это, по-моему, 300, что ли, рублей, как-то так. Готово, да. То есть здесь это тысяча. Да, понятно, разница в три раза. Очень большая, да. Ну, здорово. Ну, спасибо, Оля, большое, что поделилась, рассказала. А ты ещё вообще много можешь всего, да? Вы были и на Филиппинах, и горнолыжные. Если вы хотите ещё рассказов Олиных, мы тебя привлечём. Будешь нам рассказов. Да, в следующий раз Игоря подключать. У него с памятью получше. По-моему, Игорь не очень за. Ну, в общем, сёрфинг, это круто, это для тех, кто предпочитает активный отдых. Сёрфинг в Португалии, это ещё и познакомиться с классной страной и активно отдохнуть, да, вот такое вот сочетание отдыха. Мне кажется, это прям супер. Да, это может быть чуть выше по стоимости, чем, ну, там, какой-то роскошный отель и просто пляжный отдых, но оно того стоит. И если так посчитать, то, в принципе, всё приемлемо. Поэтому мы рекомендуем, да, сёрфинг в Португалии. Да, очень, очень рекомендуем. И все ссылочки оставим под этим видео. Ура! Да, всем пока! Пока! Ура! Это сделали. Спасибо, Оля, прям интересно. Так что, Игорь, вино 300 рублей стоило? Что наше время? Так меньше. Меньше было? 2 евро. 2 евро? 150 рублей. Спистила.